всем доброго дня в сегодняшнем выпуске будем говорить традиционно про самые главные события в германии с 3 апреля в германии стартовала продажа льготного билета за 49 евро который так долго многие ожидали он вступит в силу с 1 мая и будет действовать на весь местный региональный транспорт за исключением частных перевозчиков международных а также его нельзя будет использовать для скоростных поездов приобрести его можно на официальных сайтах транспортных компаний а также через соответствующие приложения для мобильного телефона также льготный билет можно заказать в центрах обслуживания клиентов но это будет длиться немного дольше на что пассажирам необходимо обратить особое внимание чем этот билет отличается от льготного билета за 9 евро во-первых это абонемент его можно прекратить ежемесячно но если вы например желаете его купить в средине месяца то вы все равно обязаны за него заплатить полную стоимость также этот билет привязан конкретному человеку поэтому его невозможно передать другим пользователям важно знать что владельцам билета за 49 евро запрещается перевозить детей или взрослых в вечерние праздничные или выходные дни также запрещено перевозить велосипеды и животных если вы желаете это делать то вам необходимо будет заплатить за это дополнительно также стоит обратить внимание что этот билет не имеет бумажной форме именно поэтому не предусмотрена его продажа в автоматах то есть как мы уже сказали вы можете приобрести его онлайн или через соответствующие приложения на телефоне многих данной ситуации интересует вопрос а что же делать тем у кого уже существуют другие абонементы на транспорт важно отметить что билет за 49 евро является дополнительным абонементом и не аннулирует автоматически все существующие другие предложения транспортных компаний и ассоциаций поэтому вам необходимо связаться с вашей транспортной компанией где вы приобретали ваш абонемент и уточнить какая процедура возможно ли перевести переоформить ваш абонемент на билет за 49 евро что необходимо сделать для этого какие документы оформить при этом важно учитывать что ранее многие федеральные земли заявляли о том что они собираются немного изменить предложение по билету за 49 евро что касается его цены для определенных категорий населения так например хэссене и гамбурге этот билет будут предлагать дешевле для тех людей которые получают социальное пособие например хэссене этот билет можно будет приобрести за 31 евро а в гамбурге за 19 кроме этого в других федеральных землях также будут разрабатываться специальные предложения для студентов пенсионеров и малообеспеченных людей то есть по факту во многих федеральных землях этот билет можно будет купить дешевле чем за 49 евро но все же прежде чем приобрести льготный билет за 49 евро стоит посчитать и подумать насколько часто вы пользуетесь транспортами будет ли для вас это вообще выгодным предложением так как многие эксперты считают что прежде всего выгоду получат те кто пользуется региональным транспортами часто ездят между разными городами ну а для тех пассажиров которые пользуются местным транспортами не особо часто такой билет будет дорогими не особо выгодны после того как в париже проголосовали против проката скутеров в германии стали все громче призывы против скутерного беспредела на дорогах потому что из-за них случаются множественные аварии они ездят слишком быстро нарушают правила дорожного движения и все это не способствует безопасности на дорогах поэтому немецкие полицейские призывают изменить правила эксплуатации скутеров они полностью их запретить так как они ездят слишком быстро и могут провоцировать очень серьезные аварии то соответственно они предлагают снизить скорость с 20 до 15 километров в час в свою очередь немецкая ассоциация городов выступила против запрета на скутеры но считает что необходимо ввести четкие правила то есть федеральные земли должны предоставить всем городам возможность требовать специальное разрешение на использование скутеров в общественных местах тогда города смогут выбирать каким провайдером разрешено сдавать свои скутеры в аренду и по каким правилам еще один проблемный вопрос а это парковка скутеров и федеральному правительству будет предложено адаптировать правила дорожного движения для очень маленьких электромобилей чтобы было ясно где и сколько скутеров можно парковать кроме того важно решить вопрос со скоростью передвижения скутеров также усилить штрафы за нарушение правил дорожного движения потому что им часто кажется что они могут передвигаться как хотят абсолютно хаотично без каких-либо правил не останавливаться на красный свет светофора не останавливаться на пешеходном переходе попросту они ездят как им только вздумается и таким образом соответственно часто нарушают правила дорожного движения и провоцируют серьезные аварии поэтому все это необходимо обязательно контролировать потому что если никто не будет следить за выполнением этих правил то их также никто особо и не будет соблюдать многих пешеходов и автомобилистов германии беспокоят вопрос передвижения на скутерах потому что как мы уже сказали в первую очередь это безопасность дорожного движения и также некоторые могут даже ездить в состоянии алкогольного опьянения абсолютно не соблюдать никакие правила и это конечно должно обсуждаться все на государственном уровне и жестко регулироваться ну а что вы думаете по этому вопросу обязательно пишите в комментариях далее важная информация для беженцев из украины многим из них ближайшее время могут грозить серьезные штрафы сейчас объясним в чем здесь дело в начале прошлого года а точнее с февраля сотни тысяч беженцев из украины приехали в германию в том числе на собственных автомобилях и они были застрахованы по так называемой зеленой карте международному полису автогражданской ответственности но известно что согласно законодательству германии эта страховка действует в течение одного года с того времени прошло уже 13 месяцев соответственно страховка истекла и необходимо перерегистрировать свою машину в германии на сегодняшний день на дорогах германии остается множество автомобилей с украинскими номерами у которых истекла страховка и в случае дтп по вине водителя такой машины немецкие автовладельцы не получат страховых выплат на сегодняшний день согласно официальной статистике по всей германии произошло уже более 100 подобных инцидентов сейчас в интернете существует очень много непроверенной неправдивой информации в разных соцсетях и группах пишут разные высказывания по этому поводу что например украинским беженцам на автомобиле с украинскими номерами не нужно идти и перерегистрировать свой автомобиль германии они спокойно могут продолжать ездить на этом автомобиле никаких конфискаций или штрафов не будет но важно отметить что официально подобных положений распоряжений на уровне германии не существует поэтому обязательно проверяйте всю информацию потому что возможно какие-то региональные распоряжения в рамках федеральной земли но как я уже сказала в рамках германии подобного пока нет обратите внимание что касается региональных распоряжений то министерство транспорта саксонии объявила что страховая защита для автомобилей украинских беженцев будет действовать в германии включительно до 30 июня двадцать третьего года то есть срок действия этой зеленой карты в этой федеральной земле продлили но при этом важно учитывать что подобное решение не распространяется автоматически на все остальные федеральные земли германии поэтому министры транспорта призвали федеральное правительство найти долгосрочное решение для единого подхода чтобы не было путаницы ну а пока немецкой власти будут заниматься решением этого вопроса может случиться и такое что если автомобиль с украинскими номерами проверят на немецких дорогах и определят что нету действующей страховки то возможно и конфискация автомобиля и применение штрафных санкций подобная проблема очень озадачила беженцев из украины которые владеют автомобилями потому что перерегистрация автомобиля с украинскими номерами в германии это непростая процедура не все так гладко как может казаться на первый взгляд также это стоит денег и соответственно времени и тут необходимые знания языка определенная компетенция поэтому многие принимают решение продавать свой автомобиль в германии конечно же выиграть за него какую-то большую сумму нереально продают по дешевке и многие другие компании попросту скупают эти автомобили потом отправляют на украину и там уже продают серьезной наценкой то же время многие ошибочно считают что если транспортное средство с украинскими номерами выехала из германии потом заново въехала то тот период ранее пребывания в германии не считается это абсолютно в данном случае не работает обратите внимание так как считается момент регистрации этого автомобиля и срок его пребывания с того момента как человек зарегистрирован в германии когда он сюда непосредственно прибыл и даже если беженец из украины первый раз приехал в германию на транспорте не на собственном автомобиле там зарегистрировался и пожил какое-то время потом вернулся домой и приехал уже на собственном автомобиле то в таком случае время пребывания автомобиля будет считаться с того времени как он первый раз приехал без него и зарегистрировался потому что как я уже сказала а время идет с того момента, как зарегистрирован человек, а не автомобиль. Но в том случае, если он своевременно не уведомил, что позже он вернулся домой и уже приехал собственным автомобилем, это нужно все документировать для того, чтобы этот период уменьшить, когда по факту автомобиль прибыл в Германию. Но многие, конечно, этого не сделали, никто там не знал, что нужно уведомлять местные органы власти, что они приехали впоследствии уже на собственном автомобиле, и, соответственно, период пребывания этого автомобиля будет считаться именно с того времени, как вы первый раз въехали и зарегистрировались в Германию. Обанкротившийся немецкий аэропорт Франкфурт-Хан наконец-то получил нового владельца, им стала немецкая компания из Трира Петера Адриана. Известно, что потенциальным покупателем был также российский олигарх Виктор Харитонин, но его кандидатура подверглась очень резкой критике, что ввиду актуальных событий это попросту невозможно, недопустимо, чтобы российский олигарх приобрел немецкий аэропорт. Но ввиду того, что в итоге немецкая компания предложила самую высокую покупную цену, то, соответственно, ей и был продан аэропорт. Как заявил представитель этой компании, полеты в аэропорту будут продолжены, а все сотрудники после покупки аэропорта сохранят свои рабочие места. Напомним, что с 2007 года в аэропорту Франкфурт-Хан снизилось количество пассажиров, а также стали перевозить намного меньше грузов. Таким образом, в 2015 году в аэропорту были серьезные убытки около 17 миллионов евро. В федеральной земле Райланд-Фальц приходилось не раз субсидировать убыточные предприятия, и, соответственно, решили провести тендер и найти перспективного покупателя. Таким образом, осенью 2021 года владельцы аэропорта объявили о банкротстве. С того времени начали искать подходящего покупателя, было несколько серьезных претендентов, но в итоге, как мы уже сказали, аэропорт Франкфурт-Хан был продан немецкой компанией. За последние три месяца цены на аренду жилья в Берлине выросли почти на 30%. Таким образом, Берлин стал вторым самым дорогим городом в Германии по недвижимости после Мюнхена. Для многих это очень проблемная ситуация, потому что, во-первых, не хватает жилья катастрофически, как, впрочем, и во многих других регионах Германии, плюс просто заоблачные цены на аренду. Люди не поспевают за таким ростом цен. Многие отдают большую часть своей зарплаты просто за арендованное жилье. На данный момент в интернете циркулирует видео, где в Берлине собралась 100-метровая очередь людей, которые хотели посмотреть и арендовать трехкомнатную квартиру по цене за 1000 евро в армии. Это очень выгодная цена для Берлина, и, соответственно, было очень много желающих, пришло более 600 запросов. По мнению экспертов по недвижимости, на данный момент в Берлине сложилась очень трудная ситуация с арендованным жильем, катастрофически не хватает социального жилья, и на это существует множество различных причин. В первую очередь, это, конечно, огромный поток беженцев из Украины, и сейчас спрос, соответственно, серьезно вырос, также повышение процентных ставок по кредитам, удорожание строительства. Все это, в общем, плюс инфляция и финансовый кризис негативно влияют и на рынок жилья. Но в то же время, по мнению аналитиков, это может быть просто сезонный скачок цен, и в связи с актуальной нестабильной ситуацией. Они считают, что если улучшатся условия, в том числе и финансового состояния страны и экономики, то, возможно, цены на аренду пойдут на спад, хотя это очень сомнительно ввиду актуальной ситуации. На выходные в главной новостной программе на телеканале ARD Tagesschau рассказали о новом законопроекте в Германии, согласно которому декретный отпуск после рождения ребенка сможет получить любой из родителей. Но при этом в репортаже слово «мать» было заменено на «рожающее лицо». После этого журналисты Bild обратились в Tagesschau за разъяснениями, почему вдруг произошли такие изменения. Там ответили, что сделали это умышленно, чтобы никого не дискредитировать. Понятно, что в данном случае речь идет про ЛГБТ-сообщество. В свою очередь в соцсетях отмена слова «мать» в репортаже вызвала бурю негативных эмоций и комментариев, а премьер-министр Баварии Маркус Зодер назвал это безумием. По итогам этого скандала Tagesschau поспешила исправить онлайн-версию этого репортажа и вернула все-таки слово «мать». В борьбе за гендерное равенство и во избежание дискриминации, в частности ЛГБТ-сообщества, эта тема возникает уже не впервые в Германии, что слово «мать», «отец» они как-то не соответствуют современному обществу, это может дискриминировать, обижать других людей с ЛГБТ-сообщества, и поэтому необходимо рассмотреть возможность заменить эти понятия, что в свою очередь в этом репортаже сделала Tagesschau. Многих, конечно, это очень сильно возмущает, и все это понятно, потому что если подумать про генетическую, физиологическую точку зрения, то абсолютно однозначно ясно, что в современном обществе рожать имеет возможность только женщина, и она же является матерью. Несмотря на все разнообразие гендерное, которое сейчас в последнее время появилось, и как бы себя эти люди не называли, у них нету такой возможности рожать детей, и вряд ли в перспективе когда-либо появится. Ну а что вы думаете по этой теме, обязательно пишите в комментариях. А на сегодня это были основные актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Телеграм и второй чуб-канал. Все ссылки, как обычно, в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, а также хочу напомнить, что на этой неделе многие автобаны, магазины будут очень переполнены, потому что люди готовятся к Пасхе, соответственно, обязательно учитывайте эту информацию при планировании своего времени. Всем желаю хорошего настроения, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!